всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня у нас не просто мукпанк а сравнение четырех разных бургеров из макдональдса что мне понравится больше что меньше разного ценового сегмента например есть биг тесте есть обычный бургер который стоит прям копейки с макнаггетсом и рыбный новый но рыбный мне так себе нравится если честно но ничего будем все это кушать обсуждать какие-то интересные темы вчерашний день а кстати было скажу хочу поздравить всех мусульман с великим праздником желаю что в этот пост какие молитвы какие желания вы загадали чтобы все эти ваши молитвы были услышаны всего вам наилучшего и побольше спасибо что смотрите меня и начать я хочу с макчикина мой любимый это просто без вопросов он столько вкусная вчера ходить с мамочкой смотреть еще один вариант квартиры вообще мы постоянно ходим если честно я просто не все вам рассказываю я сразу попросила маклера у нас риэлторов называют маклерами пусть будет риэлтор я сразу попросила риэлтора зачем мы будем терять ваше время и моем киньте сразу мне проект а я сделаю вывод нужен мне такой или нет проект для меня это очень важно когда огромные коридоры и маленькие комнаты естественно нету смысла даже смотреть но мне объяснил что никак не могу с вами связаться с хозяином квартиры если вы живете неподалеку может мы съездим и посмотрим вы уже на деле посмотрите я сказал окей квартира была на пятнадцатом этаже когда мы приехали туда кажется лифт еще не установили потому что многих квартирах еще идет ремонт лифты стоят но они не включена то есть совсем новое здание но уже ремонт разрешен кто-то там живет кто уже наверное давно купил у нас обычно как делают когда только котлован строится тогда уже покупают тогда цена вообще очень бюджетная короче пешком поднялись на 15 этаж захожу я просто в шоке прихожая 17 квадрат прикиньте 17 огромная комната это типа прихожая квадратная комната за ванная с туалетом совмещенные но тоже огромная комната проект очень неудачный на самом деле и на мой взгляд мне кажется он специально не кинул проект он изначально предложил давайте не будем подниматься до 15 этажа давайте на четвертом я вам покажу квартиру соседа то есть получается у соседа такой же проект как у меня у нас на постройках так не знаю как у других я сразу подумала что в этом есть какой-то подвох я говорю нет я хочу смотреть свою квартиру который я собираюсь покупать и мы поднялись на 15 этаж и было такое полное разочарование так скажем во первых я думал что зданием 17 этажка оказалось что это предпоследний этаж вернее написано было что это 17 этажка и это 15 этаж то есть после меня еще два человека то есть две квартиры после меня оказалось к сожалению не так очень жаль мы сразу с мамой начали думать как что можно переделать чтобы как-то обыграть эту прихожую думали 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 не к чему не пришли да и зачем я думал продавал он чуть дешевле чем везде но мне кажется как раз таки это связано с тем что проект нехорошие а на мой взгляд лучше переплатить купить где-то на 300 тысяч дороже но зато это на всю жизнь то есть я могу сэкономить не знаю на какой-то кофточке могу сэкономить на кроссовках но жилье это такое что завтра например я захочу продать не дай бог конечно разные ситуации в жизни бывают у нас вот эта квартира середина восьмой этаж обзор хорошие проект нормальный ну так относительно я бы не хотел конечно такой проект но большинство плюсов мы находимся пешком 6 минут от метро это прям гусиным таким шагом мой парень говорит что у меня слишком много критериев по квартире то есть я обращаю внимание на все многие думают наверное девушка сейчас зайдет скажет вау я хочу эту квартиру это такие вещи начинаю обращать внимание центральное ли отопление там не знаю как насчет парковки как насчет коммунальных услуг а это то 10 риэлтору я тоже сказал изначально ему сказал киньте мне пожалуйста проект давайте не будем терять не ваше время не мое время он сказал что мое время не проблема если вы живете недалеко от этого места мы можем вместе съездить и посмотреть сколько это у вас времени займет минут 15 как прогулка кто что знал что лифт не работает там поэтому не фортануло не получилось мама там начала придумывать что можно кухню перенести на балкон там пару стен снести сделать так-сяк ну блин не хочется ничего переносить хочется просто нормальный проект я всегда думала что купить намного легче чем продать мне например нравилось одно здание оно находится в ахметлах рядом с метро сзади макдональдса возможно вы тоже видели это здание мне очень нравится место расположения этого здания мне очень нравится как оно выглядит внешне то есть получается я из окна вижу метро вот там я готова купить и дороже не проблема пусть будет дороже но зато пусть будет это здание пусть будет чуть меньше квадрат вчера вариант который я смотрел там 65 квадрат я лично считаю не знаю как вы для однокомнатной квартиры 65 квадрат многовато заходишь в огромную такую комнату оказывается это прихожая зачем я такая огромная прихожая если не ошибаюсь там 15 квадрат было квадратная такая огромная комната прихожая 100 гостиная 21 квадрат так как я работала в строительном бизнесе могу сказать вам так когда делают проекты например хороших трешек хороших четырехкомнатных квартир где-то там остаются такие вот расстояния и они из них делают однушки однушки такие знаете тяп-ляп там проект тоже дебильный как раз таки мне кажется этот вариант был такой однушки например здесь трешком хорошего проекта и здесь и между ними осталось расстояние взяли сделали однушку продали что-то из этой серии естественно советуюсь и с папой и с братом и с мамой как что сделать мне просто хочется купить я такая ура вот том что я хотела а не то что вот купила ну неплохо но принципе это лучший вариант из предложенного не хочу так хочу искренне радоваться покупке понимаете то есть купить и радоваться вау здесь здание например который мне нравится там панорамные стекла то мне нравится проект очень крутой мтк здание форме как вам сказать как вам сказать аллаху акбарда прикол короче очень крутое здание такой знаете запоминающие ладно вам скажу какое здание может возможно вы живете в баку и вы тоже знаете был уже здесь мне нравится этом смотрела варианты мне нравится там панорамные стекла проекта крутые мтк классный серьезные люди поэтому что там каких-то махинаций косяков точно не будет вот блу резиденс дам просто почему я не говорю название жилищного комплекса потому что мои зрители в основном это россия вы не знаете где находится как выглядит блу резиденс например все устраивает но мне не нравится место расположения то есть ни к какому метро не близко это обязательно нужно иметь машину а вдруг я захочу сдать эту квартиру человек который снимает ему наверное важно место расположения вот если бы блу резиденс был бы посередине метро у меня папа угорает надо мной и парень кстати тоже парень считает что я слишком придерживая он говорит ты хочешь чтобы из метро был лифт ты нажила лифт и поднялась к себе домой ты такой никогда не найдешь вчера когда я сказала риэлтору что меня не устраивает мне не нравится проект он мне повернулся и говорит мы можем добиться скидочки мы можем немножко скинуть еще я говорю дело не в цене мне квартиры не нравится понимаете мой вам совет где-то можно сэкономить где-то нет вот жилье недвижимость здесь мне кажется не стоит экономить за эту цену можно купить там не знаю две квартиры на последнем этаже в мансарде издавать например вот этот кстати биг тесте я не люблю не знаю почему мне котлетка не очень нравится как-то и рот не открывается так сильно я всегда в универе училась у нас там было в этот период в макдональдсе была акция там биг тесте меню было и очень бюджетно получалось я его не любила я брала вот так вот ела его по частям представляете так что как то так сходила вчера потратила уйма времени у нас транспорт тоже не работает общественное только на такси поднялись на 15 этаж ну правда физкультура понятное дело но там пока что лестница и перил нету то есть это еще и опасно нету перил ты можешь подскользнуться и упасть а сама лестница она как будто под мрамор то есть очень скользкая реально можно там упасть не дай бог конечно и что-то себе сломать то есть вы поняли вот лестница вот так вот так вот так идет и перил нету самое главное в общем на этом все мои хорошие я поела наелась этот бургер я не очень люблю настало время подвести итоги как и ожидалось самый вкусный это макчикен меньше всего мне понравился как и всегда рыбный бургер я вообще рыбу ну так себе отношусь если честно но мне кажется бургер именно с рыбой но не то если честно предпоследнее место big tasty и классический бургер у меня на втором спасибо что досмотрели всех люблю пока